Приветствуем всех! С вами комментатор Олег Сломаха и Дмитрий Анисимов. И сегодня мы продолжаем рубрику «Остаться в живых», рубрику, посвященную заключительной стадии игры, а именно Эншпилю. И как мы и говорили в предыдущем видео, что следующий ролик у нас будет посвящен правилу квадрата. Думаю, многим уже известно это правило, но с другой стороны, повторение мать учения, и раз в учебнике это правило приводится, то и мы с Димой, соответственно, будем вам показывать. Ну что ж, представим себе квадрат, одной из сторон которого является путь между пешкой и полем ее превращения. И сразу правило. Если король находится в квадрате проходной пешки или при своем ходе вступает туда, то он успевает ее задержать, в противном случае пешка проходит в ферзи. При ходе черных они попадают в квадрат и делают ничью, то есть двумя ходами, либо король G4, либо ходом король G3. То есть, ну вот, король G4, либо король G3. Покажем, соответственно, доведем логическую цепочку до конца и увидим, что король вовремя успевает задержать пешку. Если же ход белых, то после B4, то стороной нового квадрата становится вертикаль F, недоступная для черного короля. Ну так же нарисуем. Нарисуй, да. Вот. Вот квадрат. И вот диагональ. И кое-кто не успел. И кое-кто, да, не успел. Если бы пешка стояла на B2, то, учитывая ее право на двойной ход, квадрат все равно строился бы от поля B3. Значит, помехи на пути короля. Случается, что король, хоть и находится в квадрате, все же не способен вовремя остановить проходную. Мешают собственные пешки. Но это мы увидим в следующей диаграмме. Деваем паузу. Итак, перед нами пешечный этюд. И здесь у белых два хода. Либо пойти А4, либо пойти куда-то королем, либо пойти пешкой D. Ну и, соответственно, зная правила квадрата, то есть, опять же, нарисуем, что квадрат вот этой пешки у нас является... Так, если не ошибаюсь, сколько у нас? 7, да? Угу. Вот. Квадратом этой пешки у нас является вот эта вот диагональ. Король уже находится в ее квадрате. При ходе же А4, то есть, ну, мы считаем вот этот квадрат от поля А4. Это у нас будет вот этот квадрат. Угу. Нарисуем его другой стрелочкой. То есть, на самом деле, если мы пойдем А4, то ходом король Е4 черный ровно вступит в квадрат белой пешки и успевает ее задержать. Именно так. Именно поэтому нужно создать препятствие на пути движения черного короля. А именно пойти первым ходом Д5. Насклицательный знак. И теперь после ЕД А4, король Е4. Вот мы, как мы уже нарисовали до этого, А5 и хода король Д5 нет. Потому что своя же пешка и мешает. Своя же пешка мешает, да. То есть, вот этот вот квадрат уже у пешки. И король не успевает вступить на поле Д5, потому что пешка Д5, вот она, мешает. И таким образом решается этот такой простенький пешечный этюд, называемый, как это, этюд малютка называется. Ну что ж, переходим к следующему примеру. Делаем паузу. Итак, вы видите такую диаграмму. И здесь ход белых и выжидательный ход король А3 ставят черных в Цукцванг и они проигрывают. Без пешки Ц7 результат был бы противоположным. То есть, опять же, нарисуем квадрат пешки А6. Он здесь очень маленький. Но, как мы видим, пешка Ц7 отнимает поле Ц7 у короля. В ход черных и видим, что получается Цукцванг. Либо они теряют обе пешки, да, Дим? Либо король вынужден будет выйти из квадрата. После чего, конечно, просто пешка пройдет в ферзи. И написано. Аналогичный Цукцванг возникнет при перемещении пешки с А5 на Ц5. Разница лишь в том, что без пешки Ц7 позиция была бы ничейной. Вот оно как. Вот оно как, да. Ну, а тут пешка Ц7 вот мешает. Надо просто ходить. Надо ходить королем в итоге. И пешка А проходит. Да, причем, заметь, как интересно. Две сдвоенных пешки крайних побеждают три пешки черных. Да, ну, кстати, у сдвоенных есть и преимущество. Вот они соседние поля хорошо бьют. Ну что ж, теперь мы с вами заканчиваем изучение правил квадрата. И переходим к следующему разделу, а именно идея Ретти. Случается, что король, находящийся вне квадрата проходной пешки, все же успевает ее остановить. Выигрыш недостающего темпа, или даже нескольких темпов, достигается за счет создания попутных угроз, чаще всего, хотя и не обязательно, связанных с поддержкой собственной проходной пешки. Наиболее ярко эта идея была представлена в следующем знаменитом этюде. И вы видите перед собой самый знаменитый, наверное, этюд, а именно этюд Ретти. Поэтому и называется идея Ретти. То есть дальше эта идея, а именно погоня за двумя зайцами, она встречалась во многих, да, Дим, этюдах? Да, да, много подражателей было потом. Ну что ж, черный король находится в квадрате пешки С6. Опять же, покажем. Раз у нас видео носит... Ой, 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 нарисовался столько. Раз у нас видео... Да что ж такое? Художник из меня плохой. Опять неправильно нарисовал. Вот так, вот. Итак, мы видим, что король находится в квадрате пешки Ф3. При этом белый король, если нарисовать, то все будет намного печальнее. Да, он катастрофически отстал. Он должен находиться вот здесь. Вот на этом поле. При ходе пешки H5. Значит, белым не хватает двух темпов, чтобы задержать пешку H5. И все же спасение возможно. Выручает погоню за двумя зайцами. Король движется по равнодействующей, гонится за пешкой H и одновременно приближается к терзевому флангу. Король G7. H4. Если король B6, то король F6. H4. Король E5. Восклицательный знак. Король грозит войти в квадрат пешки, который мы уже обозначим вот здесь. А именно вот этот квадрат. Ну ладно, пускай другим цветом, но неважно. Вот так. Наоборот нарисуем. H3, король D6. Вроде бы король не успел, но с другой стороны своя пешка грозит пройти в ферзи. H2, C7, H1 ферзь, C8 ферзь, ничья. Да, это все понятно. Король G7, H4. Король F6. Король B6. Если H3, то король E7. Или король E6. И пешки проходят в ферзи одновременно. Так как здесь белые успевают захватить ключевые поля пешки C6. Да, успели. Значит, H3, король E7, король B6, король D6, H2, C7, H1 ферзь, C8 ферзь, ничья. Это уже мы проходили. Это уже было, да. Да. Король F6, король B6, король E5, восклицательный знак. Снова грозит король D6 с превращением своей пешки. Поэтому король бьет C6, но король F4. Или король E4 можно. Чудо свершилось. Король, отстававший на два темпа, все-таки догнал пешку. Ничья. Ну, понятное дело, что этот этюд всем знаком. Но в 1928 году Ретти предложил другую версию этого этюда. Переставил белого короля на B5. Пешку H5 заменил на три черные пешки. F6, G7, H6. Итак, все, что мы сказали, вы видите сейчас на диаграмме. И решение аналогично предыдущему. Король G6. После любого ответа, после любого ответа, F5, либо H5, король бьет G7. И далее погоня за двумя зайцами. Ничья. Та же самая идея, но три лишних пешки сделали. И все равно ничья. Все равно ничья, да. Очень любопытно и интересно. Может быть, кстати, основываясь на том, что ферзевик с лишней пешкой аж ничейный. Потому что в результате всего вот этого... Еще хоть черных. Да, вот так. 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 Значит, так. 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 Шах. Король, может быть, где-то и уйдет от шахов. Но, кстати, не факт. И получится ферзевик с лишней пешкой аж, но который считается, что ничейный. Правильно, Дим? Вроде, да. Да, она вообще, вроде, отыгрывается как-нибудь. Здесь точный ответ может дать таблица Налимова, к которой мы обращаться не будем. Ладно. Переходим к следующему ютюбу. Вот несколько иное оформление той же идеи. Король С8. Король С6. Король Б8. Король Б5. Король Б7, восклицательный знак. Благодаря угрозе А6, белые выигрывают темп и вступают в квадрат пешки Аш. Безнадежно король С7, тогда Аш5 и сразу выигрывают. Да, белый король не успевает. Именно король Б7 для того, чтобы захватить поле А6, чтобы своя пешка тоже прошла. Король бьет А5, король С6 ничья. Если мы нарисуем, считаем, что квадрат у нас вот этот. От пешки Аш, так как она двойное поле делает. Правильно, Дим? Вот он этот квадрат. И при ходе Аш5, соответственно, король успевает вступить в квадрат и у нас получается ничья. Ну что ж. И далее мы посмотрим еще один этюд. Тоже знаменитый, но достаточно красивый. Итак, перед нами знаменитый этюд братьев Сарчевых. И этюд, который мы сейчас рассмотрим, показывает, что идея Ретти полезна не только для пешечных окончаний. Первый ход кажется парадоксальным. А именно, король С8. Два отклицательных знака. Белые не только пытаются как-то держать пешку в квадрате, но и выходят за ее квадрат и подгоняют. Написано, безнадежно С8 ферзь, слон Ф5 шах, король С7, слон бьет С8. И все. После короля бьет С8, просто пешка убежала. Б5, не догонишь. Также безнадежно король Д6, слон Ф5, король С5, король Е4, король Б6, слон С8. Это снова выиграно, элементарно. Снова выиграно, потому что... Король отжимается просто. Да, король отжимается, слон уходит. Ну, просто покажем. Соответственно, король сюда, допустим. Я короля повел дальше. Просто пешка пошла, слон ушел и все. Ну или так, да. Поэтому король С8, Б5. Как и в этюде рейте, белым не хватает двух темпов. Король Д7, Б4, король Д6, слон Ф5. Надо, потому что уже пешка грозит встать. Да, благодаря угрозе С8 ферзь, белые отыграли один темп. А сейчас отыгрывают и второй, нападая на черного слона. Король Е5. И снова мы нарисуем этот самый квадрат. Вот он, квадрат. И видим, что король, благодаря двойной угрозе, нападению на слона и вступлению... Ой, извиняюсь, не сюда здесь. Сюда нельзя. На Д4. Здесь занято. Вот здесь. Вступлению в квадрат успевают угнаться за двумя зайцами. И после С8, король Д4 у нас получается ничья. Пешка отыгрывается и получается ничья. Ну что ж, этот выпуск у нас получился, я думаю, такой менее информативный, потому что многие ютюбы вы видели. Ну и теперь осталось нам рассмотреть традиционное окончание рубрики, а именно трагикомедии. Данное положение возникло в партии в Карлсбаде 1929 год между Фредерикем Йейтсом и Фрэнком Маршалом. Кстати, всем знаменитым Фрэнком Маршалом, да, Дим? Угу. Да и Йейтс тоже известный игрок. Ну, тех военен. В партии белые избрали менее точный способ перехода в пешечное окончание. Король С3. Ошибка. Ошибочно Ферзь С4 шах. Король А3. Ферзь Б5. Ошибка. Или Ферзь С2. Введу Б1 Ферзь. Ферзь бьет Б1 пад. Ну, то есть не нельзя, а если взять, то пад-то. Вот. Легко выигрывал Ферзь С2. А3, Король С3, Король А1, Король Б3, Б1 Ферзь. Ферзь бьет Б1, Король бьет Б1, Король бьет А3, и Король не в квадрате. Ну, это С2, Ф4, и все, я не успел. Король не попадает в квадрат. Напомню, что при пешке на второй горизонтали он строится от поля Ф3, а не Ф2. А, Ф3 даже, а мы строили от поля Ф4, да? Неважно. Неправильно мы построили с тобой. То есть, вот он, этот квадрат. Да. Так, и вот, где тут это? Вот она. Ну, все видно, что Король не успел. Король не успел, да. Но, в партии было Король С3, ошибка, Б1 Ферзь, Шах, Ферзь бьет Б1, Король бьет Б1, Король Б4, и возникла ситуация, знакомая нам по этюду прокиша. А именно, помнишь, Дим? Король Б2, угрожаем А3, Король бьет А4, Король С3 с ничьей. Да, там А3-1, как в том этюде. Да, теперь Король в квадрате, и у нас получается ничья. Ну, вот так вот один ход Король С3. Ну, может, времени было мало. Да, и Фрэнк Маршалл красиво спасся. Ну, что ж, переходим к следующей трагикомедии. Следующее положение возникло в Санкт-Петербурге 1914 год между, ну, всеми известными игроками, а именно Эммануилом Ласкером и Зигбертом Таррошем. Думаю, в представлении эти шахматисты не нуждаются. Ну, конечно. Таррош решил, что проще всего здесь решает переход в пешечное окончание. Однако он просмотрел точно такую же тонкость, что и Ейц в предыдущем примере. Слон бьет Ж7, ошибка. Без особого труда выигрывал Слон Е6, шах, Король Ф8, или Король Ж6, Слон бьет Ж7, шах, Король бьет Ж7, Слон бьет Б3, Х4, Слон Д1. У черных просто две лишних пешки, безнадежное окончание. У черных одна лишняя пешка, но все равно у них выиграно. Нет, я говорю две лишних пешки, в смысле вот здесь, вот образуются. На фланге, да. На фланге, да. На фланге, да. Я туда и смотрю. На фланге, да, абсолютно выиграно. И получается, да, абсолютно выиграно. А было сыграно, Слон бьет Ж7, Слон бьет Ф5. Король бьет Ф5. Предоставим читателям, ну, в нашем случае зрителям, самостоятельно установить спасатель, если белые при Слон Х8 или Слон Ф6. Быть может, к этому довольно трудному вопросу имеет смысл вернуться после изучения главы о разноцветных слонах. То есть здесь оставались разноцветные слоны. Если, например, просто Слон Х8 или Слон Ф6. Ну, я думаю, что, скорее всего, здесь, наверное, белые бы спаслись. То есть, вот, в электронной версии проверить ответы можно в ниже приведенных вариантах. И они, кстати, есть. Поэтому мы показываем. Слон С8, А5, Слон А6, Б4. Получили блокаду. Быстренько все показываем в быстром темпе. И у нас получается ничья. Все заблокировали. Никуда белые не прорвались. Черные. Черные, вернее. Угрожает король А4 со съемом пешки Б3. Ну, и здесь просто блокада. Но разноцвет, если это Эйншпиль, то это большой шанс, что это ничья. В отличие от Миттельшпиля, где у нас ПТ-Слоны, это предвестник атаки. Да, но тут еще были какие-то варианты, но мы не будем забивать голову читателям. Посмотрим же, что было в Трагиковедии. Слон бьет Ф5, король бьет Ф5. Король бьет Ж7. А5. А4. Король Ж4. Король Ж6. Высказательный знак. Угрожает А5. Опять-то идея. Да. Тараш рассчитывал создать помеху, препятствующую королю белых задержать проходную пешку. В варианте. Король Ф6. Ошибка. С4. БЦ БЦ. Король Е5. С3. БЦ А4. Знакомый нам. Приемчик. Идея блокады, которую мы уже показывали. Король Д4 А3. И вот пешка С3 мешает королю пройти в квадрат. Но это рассчитывал Тараш. А вот король Ж6. Ускользнул из его внимания. Король бьет А4. Король Ф5. И король просто пошел есть пешки. Король Ж3. Уже бесполезно. С4. БЦ. БЦ. Король Е4. С3. БЦ. А4. Король Д3. И здесь на выигрыш могут играть только белые. Ну, конечно, все равно ничья. Черный король просто успеет захватить ключевые поля. Ну, да. Король бьет А4. Король Ф5. Король Ж3. Король Е4. Король Ф2. Король Д5. Король Е3. Ну, и просто произошло тотальное объедание всего и вся. Все объели. Ничья. Вот так вот. Вот так вот Ласкер спасся. Ласкер вообще был известен своей такой... Он, казалось, в безнадежных, выигрывал, делал ничьи. Многие думали, что ему просто везет. Он был просто хороший психолог, да, Дим? Ага. То есть он иногда нарочно создавал себе плохие позиции, зная о том, что соперник его просто поплывет. Ну, не знаю. Тут, наверное, все-таки он на это не рассчитывал, потому что Теншпель. Обычно он этим в дебюте занимался. А тут реально был шанс у него это... Был шанс проиграть. Влететь, да. Ну что ж, на этом мы заканчиваем рассмотрение правил квадрата. И следующий у нас раздел будет называться «Блуждающий квадрат». Ну что ж, а на этом всем спасибо и всем пока. Играйте в шахматы.